На Алтае продолжается сезон тихой охоты. Правда, грибников урожай пока не радует. В чем причина? Изменится ли ситуация в ближайшее время? Как правильно собирать и хранить грибы, чтобы не попасть на больничную койку? Об этом поговорим сегодня в студии с нашими гостями Ольгой Бархатовой, заместителем начальника отдела надзора за гигиены детей и подростков и гигиены питания, управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и грибником с приличным уже стажем Александром Щербаковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, Александр, хотелось бы вас видеть, конечно, в нашей студии, да с корзинкой грибов на столе. Вот почему с пустыми руками? Не сезон нынче грибов? К сожалению, да, обрадовать нечем. То есть, если можете посмотреть на рынки, если начинают продавать, это ничего не говорит о том, что есть грибы. В промышленных масштабах гриб, естественно, не идет. Вот. Основные поставщики, это, естественно, Волчиха, Егорьевский район, Первомайский район. Это связано, естественно, с климатическими условиями, во-первых, потому что засушливое лето, как все наблюдают, очень мало осадков. То есть, если в Барнауле видеть дождь, то также посмотреть в Волчихе, он уже может, его и нету. То есть, ориентироваться, допустим, на рынки, да, вот на бабушек торгующих или на тех, кто у дороги грибы установил в ведерках и думать, о, есть, пойду-ка я вот здесь поищу. Да, это не показатель. Не показатель далеко. А где же тогда берут? Это вот как раз я сказала, в основном ленточный бор в районе Рубцовска, в Волчихе, между Волчихой и Куривским районом. Ну, как часто бывает вот такое лето, а не грибное? К сожалению, уже второй год подряд. То есть, если в прошлом году первый слой грибов, так называемый, прошел, все ждали второго, третьего, его не было. А в этом году и первый уже слабый. Уже не говоря, второй, третий. Ну, а вообще есть смысл надеяться, что грибы еще будут? Остается надеяться на так называемый боровик. То есть, он как раз идет во второй половине августа. Но там объема грибов уже, естественно, намного меньше. Ну, а сейчас мы с вами собирали бы дорогой гриб. Да, дорогой. То есть, по-другому белый гриб. Вопрос вам. В этом сезоне, несмотря на то, что грибов очень мало, уже были случаи отравления? В текущем году говорить про статистические какие-то данные еще рано, потому что вся статистика подводится у нас по итогам года. Если говорить о предыдущих годах, то динамика у нас достаточно хорошая, динамика положительная. В 2017 году у нас было 11 случаев отравлений грибами в быту. В прошлом году был всего один случай. И, извините, какая причина вот этого одного случая? Да, основная причина – это, конечно, случайное употребление тех грибов, которые не съедобные грибы, которые в пищу употреблять нельзя. Случайные, потому что человек либо не знал, либо не определил, что этот гриб ложный. Они действительно настолько похожи? Ну, если на примере маслят, давайте. Маслят, они-то не характерные, получается. Они являются губчатыми грибами. То есть их мы обязаны отличить, если хотя бы немножко знаем что-то в этом деле. Хорошо, какие грибы тогда не отличить? Ну, очень сложно, вернее, незнающему человеку. Касаемо Алтая, это, в первую очередь, опята, чаще всего отравления. Классические опята, которые съедобные, ложные опята. Допустим, если говорить о белом, дорогом грибе, то есть в европейской части желчный гриб, он похож, он ядовитый, но не фатально. В Сибири он не водится, к счастью. То есть его можно смело покупать и рвать, его невозможно перепутать. Так. Вот. Лисички. Лисички тоже характерны. То есть здесь достаточно знать азы, посмотреть на картинки в интернете, почитать описания. Также нужно знать, отличать, когда это губчатые или пластинчатые грибы. То есть лисичка – это пластинчатый гриб. Так, ну давайте, раз у вас грибов в руках нет, вот хотя бы просто на словах. Вот я взяла лисичку. Как понять, что она не ложная? Во-первых, это должно быть либо ярко-желтого цвета, оранжево, пластинчатая, характерную форму в виде зонтика. Так. Что касаемо тех самых опят? Касаемо опят, то съедобные опята чаще всего именно растут. Как все знают, это на пнях, на корягах, на валежнике. Но ложные опята могут расти и там, и на почве. То есть если опенок растет на почве, не с какого-то гниющего дерева, то лучше просто отказаться от него, не рисковать. То есть по вкусу мы не поймем, в принципе, что это не тот гриб. Нет. По вкусу лучше не пробовать. Летальные случаи бывают, интересно? Ну наверняка, если переел. Нет, в последнее время летальных случаев не было. Слава Богу. Вот в интернете была информация о том, что из-за дымки, которая длительное время стояла, в том числе и над Алтаем, грибы стали ядовитыми. Даже те, которые можно кушать, они для организма уже не полезны. Так ли это? Я считаю, с твоей точки зрения, со своего опыта, потому что мы постоянно, естественно, так как после заготовления грибов и производим их анализ, то они совершенно безопасны. С точки зрения, опять же, гидрометцентра России передавала о том, что эта дымка, она не осаживается. То есть ее просто унесло, она была вверху, там как минимум, говорили, 400 либо 500 метров. Соответственно, она сесть не успела. То есть вы уже анализ какой-то проводили нынешнего урожая? Да, конечно, и получается рефикация, соответствие. Также по параметрам сдается на тяжелые металлы, на радиацию. А где бы вы не советовали брать грибы? Стоит ли ехать далеко-далеко от цивилизации, знать, что они там 100% экологически чистые? В первую очередь запрет, это, естественно, рядом с оживленными дорогами. Во-вторых, так как в целом Алтайский регион – это агропромышленный регион, здесь мало именно каких-то заводов, которые могли бы в большом радиусе отравить грибы. Поэтому просто либо на удалении от города небольшом, либо от дорог. Ну, понятное дело, что заготовители проводят какие-то лабораторные исследования грибов, но чтобы некачественный не попал на прилавки к потребителям. А вы, в свою очередь, какую работу в этом смысле проводите? Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю тоже проводит исследования готовой продукции на различные показатели, в том числе и грибов. В текущем году, за полгода 2019-го, мы провели исследование восьми проб грибов и грибной продукции. Это на санитарно-химические показатели, то есть это и соли тяжелых металлов, на микробиологические показатели и на радионуклиды. В этом году проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, у нас не было установлено. В прошлом году, за год, мы проверили более 40 проб на эти же показатели, то есть и на радионуклиды, и на микробиологические показатели. Из 40 проб было 3 пробы нестандартные по микробиологии. Но это не страшно для организма? Это может привести к пищевым отравлениям, то есть наличие любых микроорганизмов в готовой продукции, конечно, может привести к пищевым отравлениям. То есть по микробиологическим показателям продукция все-таки должна соответствовать установленным требованиям. Я понимаю, что грибники грибных мест не раскрывают. Где в черте Барнаула у нас есть такие? Ну хотя бы сориентируйте приблизительно. В отношении грустей, например, это в районе Власихи, за Барнаулкой. Если говорить о маслятах, это уже 30 километров от Барнаула в районе садоводства Вагоник. Белые грибы, это ближайшие, наверное, либо Тюменцево, либо Волчихо. Таких масштабов, чтобы можно было набрать грибы. А как правильно хранить грибы? Быть может вопрос, конечно, не к вам, но давайте как хозяйка с хозяйкой поговорим. Вот принесли мы свежий урожай, стоит ли его отложить на потом или лучше сразу обработать? Ни в коем случае нельзя хранить свежие грибы, потому что они очень быстро портятся. Поэтому если мы пришли домой с грибами, то необходимо отложить все дела и начать их переработку, очистить их от земли, от каких-то других загрязнений, хорошо промыть. И начинаем уже готовить в зависимости от того, что мы хотим. Либо какие-то горячие блюда, либо мы решили законсервировать грибы, посолить, помариновать, посушить грибы. Но необходимо это делать сразу. Традиционно считается, что у нас три периода грибных, три волны. Три волны. Вот сейчас какая идет? Сейчас уже календарно, по согласному опыту, должна быть третья идти в разгаре. Но, к сожалению, ее нет. То есть опять была только первая волна. То есть, получается, в ближайшее время у нас грибов не будет? К сожалению, прогнозы неутешительные. Я знаю, что вы не только любите сами по лесу походить, но вы же еще и занимаетесь заготовками из грибов. Каким-то образом вот этот дефицит отразится на продукции, на его стоимости? Да, то есть оптовая цена буквально на 50% выросла по сравнению с прошлым годом. Ну, давайте в среднем скажем, как было в том году и сейчас. В прошлом году вилка была от 1700 рублей до 2000 рублей за килограмм сушеного белого гриба первого сорта. Сейчас такой же гриб стоит 2700 рублей. 2700-3000. Розичная цена пока не изменилась. А много ли у нас в регионе компаний, которые заготовкой продуктов из грибов делают? Заготовка больше на частном уровне. То есть это профессиональные установки, все делается. Профессиональная нарезка, специальные печи организуются, несколько сушильные. Все это делается на месте, естественно. Гриб никуда далеко не увозят. Потому что, как было правильно сказано, у него очень короткий срок хранения. Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы вас пригласим в студию, вы придете к нам все же с грибами. Будем надеяться. И, возможно, покажете потом на месте какие-то особо грибные места. К сожалению, вам сегодня совсем мало пришлось говорить. Но я понимаю, что тема такая немножко специфичная. И вот все же больше Александр у нас сегодня работал за столом. Спасибо, что пришли и присоединились к нашей беседе. Спасибо тебе. Спасибо за приглашение. Ну, а я напомню, что у нас сегодня в гостях была Ольга Бархатова, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков. И гигиены питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. И вот грибник с приличным уже стажем Александр Щербаков.